И вот, собственно говоря, настал тот день, когда моему каналу уже шесть лет с момента регистрации. И я всё думаю, в каком же направлении мне двигаться дальше? Какой же контент делать? Начинал я как проходняк игр, при этом я не умею комментировать абсолютно. Но тем не менее, я заслужил таким образом уважения в определённом кругу зрителей. Я долго думал, что же сделать к шестой годовщине канала. И решил сделать то, что давно хотел. Правда, проект ещё не доделан до конца и находится в состоянии зародыша, но какие-то материалы у меня сохранились. Итак, представляю вам моё видение игр серии Call of Duty, благодаря которым я и получил некоторое признание от зрителей YouTube. Смотрим. Всем привет, с вами Димон. Я давно уже хотел сделать какой-нибудь проект с моим голосом. И вот, пришла пора. Сегодня я хочу поделиться с вами моими мыслями, впечатлениями и воспоминаниями о серии игр, которая давно уже стала частью моей жизни. И создание прохождения игр из этой серии принесли мне на YouTube некоторую, если её можно так назвать, популярность. Да, верно. Я говорю о серии Call of Duty. Серия уже насчитывает более 20 игр, если учитывать игры от ветвления. Однако, я не буду говорить об абсолютно всех играх серии, а только об играх основной серии, которые выходили на персональные компьютеры и консоли. Я не буду давать конкретные оценки относительно того, какая игра плохая, какие нет. Я просто буду рассказывать об играх на основе моих впечатлений, воспоминаний и некоторыми официальными данными. Хотя трудно это видео назвать некими мемуарами, скорее, это как большой, прибольшой обзор на серию. Ладно, придётся назвать это мнением и впечатлениями в формате большого обзора. Хрень получилась, ну да ладно, многие начинали с этого. Приятного просмотра, дорогие зрители. В заключении хочу сказать, что мнение автора может не совпадать с мнением зрителя и является частным. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, осень 2003 года. Выходит первая Call of Duty. Шутер от первого лица про вторую мировую войну. Игра разрабатывала тогда новая студия Infinity Ward. Как и раньше, суть подобных стрелялок не менялась. Проходишь уровни от точки А к точке Б, убиваешь противников, выполняешь определённые действия. Но чаще всего игрок сражался не в одиночку, как это часто бывает в шутерах от первого лица, но и вместе с отрядом союзников, братьев по оружию, которые готовы всегда оказать огневую поддержку. Несмотря на то, что игра была очень сильно похожа на серию игр Medal of Honor, в ней был какой-то некий шарм, который позволял перепроходить игру снова, снова и снова. В то далёкое время интереса у меня к ней никак не пропадал. Не так уж и часто тогда выходили игры, где можно было и простым пехотинцам побегать, и с машины поездить по отстреляться, посидеть на зенитке и позбивать пикирующие самолёты, спасти пленных и сопроводить их, прикрывать раненых товарищей, и даже на танке Т-34-85 покататься, попутно истребляя бронетехнику фашистской гадины. Забыл упомянуть главное, что в отличие от того же Medal of Honor, можно было играть не только за американского солдата, но также и за британского и советского. Приходилось не только сражаться в составе регулярных войск, освобождающих Европу от гитлеровской оккупации, но и побывать в шкуре диверсанта в тылу врага. Могу привести как пример. Захват моста или подрыв дамбы в Альпах в Германии. Локации очень разнообразны и охватывают переломные моменты войны, такие как Сталинградская битва, открытие Второго фронта, освобождение Польши, ну и, конечно, взятие Берлина. Господи, да я благодаря этой игре я больше стал интересоваться историей Второй мировой войны. Правда, были у этой игры нюансы. Например, союзники не всегда адекватно себя ведут, лишний раз подставляясь под пули. Иногда они тупили, когда думали, надо ли отбросить вражескую гранату или нет. Они могли просто лечь рядом с ней и тупо сдохнуть. Да и союзники не бессмертные. Как бы не хотелось, но собственные показатели здоровья наши подопечные тоже имеют. В виде пометки его звания и фамилии, окрашивающихся в определенный цвет. Но все это ерунда, если бы не... уровень на корабле, который я ненавижу. Потому что там легко заблудиться. И вторая фаза уровня, где надо защищать дом Павлова до прибытия подкрепления, когда враги прут отовсюду. И ладно бы просто пехота, но к дому подступают вражеские танки, которые можно уничтожить только противотанковыми ружьями, которые находятся хрен знает где. Вот указали на компасе, где эти ружья находятся, но зачем потом пометки убирать? Я не запомнил, например, где они стоят. Я постоянно отвлекаюсь на бои с пехотой и запросто забываю, где они. Но слава богу, подобный опыт в первой части был единственный. Ну и перевод во многих местах хромал. Но так как я вдоволь наигрался в игры на PS1 с пиратским переводом, мне было как-то по барабану. Любовь к Call of Duty 1 заставила меня одно время купить версию этой игры для PlayStation 3, уже после того, как я обзавелся этой консолью. Вышла она после выхода Modern Warfare 2, о ней мы поговорим чуть позже. Она включала в себя множество достижений, которые можно получить, выполняя определенные действия, типа пройти уровень, не получив урона, или пройти игру на высоком уровне сложности. Благодаря достижениям у меня появился стимул вновь пройти эту замечательную игру. Правда, были недостатки, так как игра была ПКшная, враги кажутся, ну, чересчур смертоносными, даже на легких уровнях сложности. Иногда были проблемы со звуком. Бывало, что сильно приглушались звуки выстрелов оружия. Фича с быстрыми сохранениями на консолях была почти недоступна. Но даже с такими косяками Call of Duty 1 оставалась Call of Duty 1. Call of Duty 2 вышла в 2005 году на ПК и как раз на только что вышедшей консоли Xbox 360. Разработанная игра компании Infinity Ward. Кому-то могло показаться, что я ознакомился с серией прямо с первой части. Как бы не так, на самом деле, мое знакомство с серией началось с Call of Duty 2. Впервые я поиграл в нее в 2006, когда отец попросил одного хорошего знакомого скачать из неведомой для меня такой вещи, как интернет. И когда я в нее засел поиграть, это было что-то с чем-то. Первым делом меня встретила очень эпичная заставка. Я просто не мог взять и пропустить ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, да. Графика и звук просто взорвали мой мозг. Пушки грохотали. Немцы орали что-то непонятное. Сослуживцы указывали их направление. Я рвался вперед, чтобы быстрее с ними разобраться. В игре было очень много классных заскриптованных сценок, типа момента, когда солдат пытался выбить дверь, а изнутри внезапно в нее, в эту дверь начал строчить пулемет и просто изрешитил беднягу. Мне его в тот момент даже стало жалко. Ну или, когда подрываешь танку гусеницу, сослуживцы подбегают к танку, вскрывают люк и бросают туда гранату, оставляя любоваться эпичным взрывом этой консервы. Одним из важных нововведений в игре стали дымовые гранаты, которые нередко помогали вплотную подойти к танку для его последующего подрыва с помощью взрывчатки, а также новая система здоровья, которая теперь использовалась в каждой, просто в каждой современной игре. Получая определенное количество попаданий, экран игрока начинал сверкать красным, что означало, что надо было быстро засесть в укрытие и переждать, когда раны затянутся. Это, конечно, нереалистично, но разработчикам, как говорится, виднее. Одиночная кампания начинается с битвы под Москвой 1941 года, и первым делом новобранцев прямо в боевых условиях готовили к последующим боям. Следом, после боевого крещения, идет Сталинград. Советская кампания в основном посвящена кровавым уличным боям в Сталинграде. Необходимо будет подорвать немецкий штаб, проложить связь, попутно отстреливаясь, подрывать танки с помощью магнитных мин, захватить и удержать здание горсовета в качестве снайпера и так далее. Следом, идет британская кампания. На мое удивление, самая длинная кампания в игре, в отличие от первой игры. Сначала надо будет выгнать немцев из Северной Африки, сражаясь в окопах, управляя танком Крусейдер, уничтожая блиндажи, отбиваясь от вражеских самолетов. После Африки британцев перебрасывают во Францию, на битву за Кан. Здесь предстояло спасать военнопленных американцев, для перевозки которых требовалось угнать грузовик Opel Blitz, который стоял в начале уровня. Далее нужно было уничтожить минометные команды, захватить маленький французский городок, вступать в неравный бой с танком Тигр. Как раз для этого нужно было вспомнить о наличии дымовых гранат. Но так как я не особо ищу легких путей, я и без них неплохо справлялся. После успешной обороны и уничтожения Тигра, кампания британцев заканчивается. Далее идет американская кампания. И начинается она с классно постановленной высадки в Нормандии, почти как в фильме спасения рядового Райана. Далее опять бег со снайперской винтовкой, захват маленьких городков, бои в Западной Германии, оборона захваченной немецкой высоты, попутно укрываясь от артиллерийских бомбежек. Ну а в конце переправа через Рейн и бой в немецком городе Валендар, в конце которого предстоит сражаться без базуки или фаустпатронов, сразу против двух тигров. Вот уж был хардкор в конце. Call of Duty 4 Modern Warfare переносит нас с боев Второй мировой в современную эпоху. Сделали игру Infinity Ward в 2007 году. С игрой я познакомился в 2008 году, как раз когда я узнал о ней в журнале Official PlayStation Magazine. Из-за пары упоминаний о ней, даже передача страшно интересная на MTV, где игра пару раз попадала в парочку рейтингов, а именно 10 самых опасных террористов и 10 самых ужасных транспортных катастроф. Вы спросите, почему я узнал об игре только оттуда, а не из интернета? Да потому что интернет у меня еще не был подключен, и мне еще мало было известно о его особенностях и преимуществах. Мне стало интересно, что же это за новая часть, и я решил купить эту игру в одном ларьке, где были одни пиратские диски. Я тогда не понимал, что такое лицензионная копия, а что такое пиратская копия. Я поддался соблазну и купил диск с игрой за 100 рублей, пошел домой, но игра решила не устанавливаться. Я пошел и потребовал деньги назад. Видимо, это знак, чтобы купить нормальную версию игры. Позже я обзавелся лицензионной копией игры. Когда я установил игру и запустил, то был приятно удивлен. Первым делом меня встретила заставка в лучших традициях Infinity Ward. И когда я запустил первый уровень, то первым делом пытался понять, как же тут все работает, и как тут надо играть. Игровой процесс игры вроде и не отличался от Call of Duty 2, но все-таки он был каким-то другим. Хорошо, хотя бы учение включили, а то особо и не понял бы, как тут и что. Появилось много фишек и гаджетов, таких как светошумовые гранаты, мины Claymore, взрывчатка С4 с взрывателем, прибор ночевого видения, различные модули к оружию, такие как подствольный гранатомет, коллиматорный прицел, глушитель и так далее. Еще можно упомянуть, что вернулся Спринт, который стал очень удобным и весьма полезным. А также в рукопашном бою вместо приклада игрок использует нож, что очень радует. Потому что мне бесило в старых частях моменты, когда надо было около 9000 раз убить прикладом одного и того же врага, прежде чем он откинется. Бывало много случаев, когда враг мог успеть убить меня до того, когда я забью его в рукопашную. Основное оружие теперь представляет собой не винтовки с болтовым механизмом, а автоматические штурмовые винтовки, например, М16, АКМ, G36C и так далее. Пистолеты, пулеметы никуда не делись. В боях также часто пользуются популярностью дробовики, ручные пулеметы и снайперские винтовки, например, СВД. Даже музыка была просто потрясной. Раньше саундтреку я не придавал особого значения до тех пор, пока я не опробовал это чудо. Сюжет игры разворачивается в наше время. Главный герой — сержант британского спецназа SAS — Джон МакТавиш с позывным «Соуп». Отдельное спасибо локализаторам за то, что они не стали называть его «мылом». Он участвует в боях на территории многострадальной России, в которой идет гражданская война между ультра-националистами и правительственными войсками. Помимо этого, на Ближнем Востоке происходит государственный переворот, в котором Халет Аль-Ассад убивает президента неизвестной страны и захватывает власть. Здесь же США решили навести порядок на Ближнем Востоке и отправляют туда корпус морской пехоты, в котором служит второй герой игры — сержант Пол Джексон. И в этой кампании предстоит сражаться против войск Аль-Ассада, неизвестно ради чего. Может, ради нефти. Заставка игры как бы намекает. Помимо войны на Ближнем Востоке, нас снова направляют играть с АСОУП на территории России, когда он и его отряд пытаются спасти информатора, который служил под прикрытием в стане врага. Спасаясь от наплыва ультра-националистов, на помощь САС прилетает самолет поддержки AC-130, который расстреливает войска противника на пути героев. После успешной эвакуации вновь переносимся на Ближний Восток, где морпехи начинают финальный штурм президентского дворца. Но вместо того, чтобы там принять участие, отряд Джексона отправляют спасти один из разведотрядов столицы. Как будто нас тут подразнили. Но тут и был эпичный момент, когда вертолеты, летящие рядом, подрывают, и лейтенант отряда вызывается спасти пилота вертолета. Ну, хоть что-то. В это время в дворце находят ядерную бомбу, которую в скором времени подрывают. Вертолет падает, а в столице погибают все находящиеся там войска США. Джексон просыпается в сбитом вертолете, видит трупы товарищей и командира отряда и наблюдает за последствиями ядерного взрыва и умирает. Впервые в серии Call of Duty погибает главный персонаж. Я был слегка шокирован увиденным. Но остался и еще персонаж — Соуп. Информатор сообщил о местонахождении Алясада, и отряд Соупа направляется к убежищу врага. Взяв в плен Алясада, ему неожиданно поступает звонок на мобильник. Выясняется, что главным злодеем оказывается не Алясад, а тот самый однорукий старик из сцены казни президента ближневосточной страны Имран Захаев. Капитан отряда Прайс вспоминает одну операцию, когда он был еще лейтенантом. 15 лет назад, Припять, Украина. Прайс с командиром Макмилланом проводит операцию по нейтрализации Захаева во время сделки по покупке топливных стержней напротив гостиницы Полесье. Прайс делает выстрел, и он попадает в Захаева, отрывая ему руку. Макмиллан думал, что от потери крови и шока Захаев умрет, но он выжил. В настоящее время Соуп и его отряд с боями пытаются вырваться из окружения. На помощь им прилетают выжившие бойцы отряда Джексона, в котором служил Грикс. Тот самый черный чувак с пулеметом. Далее объединенные силы русских спецназовцев, британских САС и американских морпехов пытаются взять в плен Виктора Захаева, сына Имрана Захаева, полагая, что с его помощью можно будет выйти на самого Имрана. Однако операция заканчивается провалом. Держать некуда, бросай оружие! Задержи его! Быстрее! Нет! Черт, у парня проблемы. База говорит МИ-6! Сын Захаева мертв! Мы возвращаемся! Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр! Забудь! Я его знаю! Он этого так не оставит! Идем! Далее, Захаев угрожает США и Великобритании, что если они не уберут свои войска из России, то пусть готовятся к последствиям. Западные войска отправляются захватить ракетные комплексы Стополь-М, где-то в Алтае. Однако Захаев успевает запустить ракеты на крупные города США. Войска пробиваются сквозь толпы ультра-националистов к центру управления и вводят коды отмены и уничтожают ракеты, еще не успевшие достичь восточного побережья США. Далее следует эпичная погоня на грузовиках, как и в первом Call of Duty. Естественно, в конце что-то идет не так. Большинство соратников погибает, появляется Имран Захаев собственной персоной со своей свитой, включая босс-вертолет. Сам вертолет сбивают российские силы спецназа Комарова, который помогал главным героям. Прайс из последних сил подбрасывает нам пистолет, сам отрубается, а Соуп расстреливает Захаева и сопровождающих его солдат. Они умирают, и после этого прилетают вертолеты с русским спецназом и спасают Соупа. После титров открывается миссия с захватом самолета и спасением заложника. Неизвестно, кто является главным героем, но, скорее всего, это выживший Соуп. Концепция миссий, подобных как эта, перекочевала в другой, новый режим игры, о котором мы поговорим чуть позднее. Забыл упомянуть, что впервые в серии я попробовал мультиплеер, и он не отпускал меня долгие часы с момента подключения интернета. Если раньше были просто пострелушки, то сейчас, ну... Да, пострелушки остались, но все это было приправлено прокачкой, уровнями, созданием собственных классов с использованием любого из предоставленных оружий, перками, набором особых гранат и так далее. Ах, да, здесь мой обзор, так сказать, прерывается из-за того, что текст закончился. Боюсь, тут еще многое, чего надо переделывать, что-то добавлять, но к этому мои руки не скоро дойдут, потому что вдохновения как такового нет, и плюс мне дико лень. Надеюсь, что когда-нибудь я все доделаю. Ну и что тут в конце можно сказать? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх и следите за выходом моих новых видео. Вступайте в мою группу ВК и следите за новостями там. Подписывайтесь на мой Twitch-канал, где я рано или поздно продолжу стримить игры. А если вы вообще мега-супер-пупер офигенные и щедрые, то можете пожертвовать денежку мне на Donation Alerts. Деньги пойдут на покупку нового процессора для компьютера, чтобы повысить качество стримов, рендера, скорости видео и чтобы у меня не лагали игры. Я думаю, что найдутся те, кто решит помочь мне повысить качество контента. Ну а на сегодня все. До свидания. Оставайтесь на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова